здравствуйте друзья на связи Денис Телегин у нас так совпало что на наших двух объектах мы шпаклюем стен только на одном объекте у нас будут обои клеится а на другом у нас будут крашеный стен и в этом видео я хочу рассказать о том чем шпаклевка под обои отличается от шпаклевки под покраску и начнем мы с материала есть базовая шпаклевка и есть финишная шпаклевка о том чем они отличаются друг от друга я снимал отдельное видео но вкратце повторюсь для того чтобы выровнять стены первое что мы делаем это штукатурим их потом наносим первый слой базовой шпаклевки и уже потом финишный то есть базовая шпаклевка это более грубый материал который стоит посередине между штукатуркой и финишной шпаклевкой базовая шпаклевка в сравнении с финишной это более грубый материал более крупнофракционный и такой Шпаклевкой можно легко выровнять какие-то небольшие неровности или изъяны. В 2, в 3 или даже в 5 мм. Базовые шпаклевки, как правило, продаются в сухом виде. Их необходимо затворять водой. Они бывают как на гипсовой основе, так и на полимерной. Цементные шпаклевки мы не берем, потому что занимаемся именно внутренней отделкой. И цементные шпаклевки при внутренней отделке не применяются. К полимерным шпаклевкам относится всем известный витамин ЛР, а к гипсовым такие как Пуфос или Кнауф. Финишные шпаклевки, такие как Шитрок или Ротбон Паста, это уже готовый материал. Они продаются в ведрах, и их не надо затворять водой. Сразу можно наносить на стену. Такая шпаклевка не предназначена для выравнивания каких-то небольших перепадов или изъянов. Основное назначение этой шпаклевки нанесение тонким слоем и создание максимально гладкого основания. И вот мы плавно подошли к сути самого вопроса. Для того, чтобы подготовить стену к поклейке обоев, мы можем обойтись только базовой шпаклевкой. То есть финишная шпаклевка в ведрах нам не понадобится. Более того, при такой подготовке мы можем обойтись и без армировки. Потому что современные обои, виниловые или фрезериновые, это достаточно плотный материал и сами по себе они выполняют функцию армировки. Теперь, что касается подготовки стен к покраске. Такой процесс достаточно долгий. Он отнимает много времени. Материалов уходит намного больше. Соответственно, и стоит он в разы дороже. Помимо того, что мы шпаклюем стену сначала базовой шпаклевкой, нам необходимо ее еще и заармировать. Для армировки мы будем использовать либо стеклохолст, либо ремонтный фрезерин. После того, как мы заармировали стену, например, стеклохолстом, нам необходимо будет его зашпаклевать в два, может быть даже и в три слоя финишной шпаклевки. Здесь многое зависит от плотности самого стеклохолста. После этого мы эту шпаклевку шлифуем, грунтуем и стена готова к покраске. Тут следует обратить внимание, что на крашенной стене, в отличие от стены, где поклеены обои, любой мелкий изъян сразу же будет бросаться в глаза. Чаще всего небольшие неровности изъяны проявляются на тех стенах, на которые падают солнечные лучи. Или, например, в тех местах, где будет светодиодная подсветка. Потому что светодиодная подсветка проявит любой, даже незначительный изъян. Поэтому, если мы знаем, что подсветка будет в этом месте, например, на стене или на потолке, то там лучше всего шпаклевать стену, используя светодиодный фонарь, чтобы заранее все эти изъяны увидеть и их устранить. Итак, друзья, стены под обои готовятся следующим образом. Сначала стена штукатурится, потом шпаклюется базовой шпаклевкой, шлифуется, грунтуется и можно клеить обои. То есть такую работу может выполнить мастер среднего уровня. А вот подготовить стены под покраску намного сложнее. Стену нужно сначала заштукатурить, потом зашпаклевать базовой шпаклевкой, потом наклеить стеклохолст. Стеклохолст зашпаклевать уже финишной шпаклевкой, зашлифовать, загрунтовать и только после этого красить. Поэтому подготовить стену под покраску так, чтобы она была максимально ровной и гладкой, может только мастер высокого класса. Итак, друзья, подготовка стен под покраску стоит в разы дороже и в плане работы, и в плане материалов. Поэтому прежде чем определиться, что у вас будет покраска или обои, необходимо взвесить все за и против. Тем более, повторю, что выполнить качественную работу по подготовке стен к покраске может не каждый мастер. Ну а на этом у меня все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... Продолжение следует...